На Евразийском континенте выпустили первую платежную карту в цифровой валюте Центрального банка. Сделал это Евразийский банк и Мастеркард в Казахстане. Презентация банковского продукта стоялась в Алматы на площадке 11 Конгресса финансистов. О возможностях, которые дает цифровая валюта, расскажет Амина Абдрахманова. 15 ноября 2023 года по праву можно считать историческим днем. На площадке 11 Конгресса финансистов произведена первая транзакция цифровой валютой. Провести такой платеж удалось при помощи первой дебетовой карты в цифровом тинге. Выпустил ее Евразийский банк на платформе платежной системы Мастеркард. Средства на счете в цифровом тинге были мгновенно конвертированы в традиционные тинге и стали доступны для оплаты картой в любой точке мира. Легко, быстро и удобно. Мастеркард работает с центральными банками по развитию и запуску проекта цифровых валют центральных банков. Здесь, в Казахстане, для нас честь сотрудничать вместе с Евразийским банком, с Национальной платежной корпорацией по запуску первой дебетовой карты цифрового тинге. Для бизнеса преимущество карты заключается в еще большем выборе принимаемых способов оплаты без необходимости модернизации инфраструктуры. Например, отсутствие необходимости устанавливать дополнительное оборудование или обновлять программное обеспечение. Важным фактором является безопасность. Держателям карт предоставляются передовые технологии и преимущества Мастеркард, которые защищают держателей карт и продавцов от мошенничества и гарантируют безопасность и преимущества международной платежной системы. Цифровой тинге – это третья форма национальной валюты. В дополнениях наличными и безналичными не намерены заменять. Ключевое его отличие состоит в том, что его можно программировать. Это программирование может быть использовано для смарт-контрактов, создания инновационных сервисов. Евразийский банк уже несколько лет активно сотрудничает с Национальным банком Казахстана в тестировании цифрового тинге и его практическое применение в банковских продуктах, таких как погашение кредита, открытие кошелька и переводы и, наконец-то, запуск первой карты в мире в цифровом тинге. Сама, так сказать, технология цифрового тинге, она открывает для нас больше возможностей, чем те, которые есть сейчас. Это не только платежные карты, это и больше возможностей с точки зрения трансграничных платежей, это больше возможностей в тех регионах, где есть проблемы с интернетом, либо этот интернет работает нестабильно. Соответственно, с этой точки зрения мы смотрим гораздо шире и гораздо больше функционала получаем. Сейчас Евразийский банк работает над несколькими вариантами использования цифрового тинге от открытия кошельков до QR-переводов и токенизации программ лояльности. Глубокий опыт Евразийского банка может предложить держателям карт преимущество традиционной дебетовой карты и сделать эту технологию массовой. Амина Абдрахманова, Нурландус Магомбетов, Атамикен Бизнес.